Доброго времени суток, YouTube! Снимаю себя на видео на ходу. Сейчас 8, начало 9 утра. И я иду на стоянку за автомобилем. Собираюсь поехать на новую квартиру. Да, я наконец-то приобрела новое жилье. И хочу поехать на квартиру, посмотреть. Сегодня будут устанавливать окна там новые. Нужно проследить за установщиками, как все это будет. Сижу в машине, машина вся запотела. Ужас просто один. Придется ее сейчас все вытирать. Хорошо, что у меня есть. У меня, кстати, есть такая супер-пупер такая. Сейчас покажу японская. Вот такая вот японская штуковина. Видите, в пластиковом таком тубусе хранится тряпочка. Эта тряпочка может впитывать одна тряпочка. Она все время, кстати, должна быть мокрой. Она не боится замерзания. Такая вот, видите, она у меня не очень чистая. Но дело не в этом. Она очень хорошо впитывает воду. Я как-то в контровой свет попала. Хорошо впитывает воду. Я сейчас ей быстренько протру все стекла на машине. Просто ее потом выжму. И даже дворники мне не понадобятся. Так, ну вот я машинку протерла. В принципе, все видно. Теперь можно ехать. Сейчас жду немножко, когда она прогреется. Вы все знаете, что я переехала в Самару. Вы все знаете, что я пока живу с родителями. И вот совсем недавно я купила квартиру. Там достаточно большие комнаты. Но квартира совершенно без ремонта. Там кое-что было сделано. Но это кое-что меня совершенно не устраивает. И пришлось менять всю проводку. И придется, скорее всего, вскрывать все полы. Потому что все ужасно скрипит. Все очень такое старое. Радиаторы пришлось менять. Полностью менять придется всю сантехнику. И разводки. И все-все-все. Не знаю даже, честно говоря, когда вообще с этим ремонтом будет закончено. И будет ли вообще закончено. Потому что все упирается в финансовый вопрос. В эти скачки доллара. Все, что ты не берешь в руки. Все оказывается импортного производства. Куплено за валюту. И соответствующая цена стоит. Поэтому прихожу в магазин. У меня, честно говоря, немножко так глаза просто на лоб лезут от нынешних цен. Сейчас еще ребенок в школу пошел. Ой, это вообще целая история. То есть приходится еще... У нас вторая смена. Приходится еще думать, каким образом так его накормить. Отвезти, потом забрать. И это все равно все получается в рабочий день. Я никак не могу еще работу найти. Просматриваю объявления. И мое резюме просматривают. Но очень часто предложения, которые мне поступают, они не совсем соотносятся с той работой, к которой я привыкла и которую бы хотела получить. Если уж совсем станет туго с финансами, да, придется, наверное, уже без выбора выходить на то, что будет предложено. Но пока я все еще надеюсь на лучшее. Я надеюсь, что все удастся, все получится. Ехала я на объект. Старая у меня еще вот такая дверь. Жуткий немножко. Санузел там выглядывает. Довольно светлая квартира, хорошая. С утра у меня не бывает никакого солнца. Солнце где-то после часа начинается. Но уже по касательной идет. У меня тут уже, смотрите, вовсю проштроблены стены. Уже вовсю электрика сделана. Я уже вижу будущее, как бы, очертания. Вон там, если, не знаю, наверное, не видно ничего. Стоит, вот уже стоят радиаторы отопления. Поменяли мне тут все стояки, немножечко по-другому вывели. И сегодня, о-о-о, так окошки уже стоят. Будем делать окошки, будем стеклить лоджию. Вот, опять я в контровом свете получаюсь. Я все-таки решила не делать себе отдельную комнату. У меня, вот, весь прикол в том, что у меня в моем детстве не было отдельной комнаты. И я всегда хотела, мечтала о том, чтобы у меня была своя. И сейчас я решила все-таки уступить собственным амбициям и отдать меньшую комнату ребенку. Ну, как меньшую? Она где-то 14 квадратных метров, довольно большая. Мы перенесем дверь, потому что сейчас дверь находится вот позади меня. И она прямо утыкается, видите, в прихожую. Так быть не должно. Это недостаток конструкции. Я буду переносить дверь вот туда, вот в тот угол. И вот там уже выведен под дверь выключатель. Вдоль окна будет стоять прямо напрямую стол. Справа и слева будут находиться полки. Ну, как полки, скорее всего, шкафы и тумбы. Сейчас пойду на кухню. Ну, конечно, тут все такое ободранное. Господи, я все выходные обдирала обои. Это такой кошмар. Вообще все это ободрать. Вот кухня. Где-то 8 квадратных метров. Не сказать, что сильно большая, но у меня была кухня еще меньше. В чем ее плюс? Она квадратная. И можно как справа, так и слева ставить все кухонные гарнитуры. Можно полностью вот этот проем убирать и строить его заново, потому что он черт знает из чего сделан, из фанеры. Вот такие вот жуткие стены. Здесь были обои. Мы их тоже сняли. Вот такой у меня вид из окна. Вот она, Волга. И вот еще кусочек видно. Прямо вот здесь находится просека. И здесь уже стоят коттеджи. Здесь находится частный сектор. Подозреваю, что когда-нибудь будут эту стоянку сносить. Будут здесь строить коммуникации. Ой, господи, нет. На существующих коммуникациях здесь будут строиться новые дома. Рассматривала я квартиру в этих домах, вот в этих новостройках. Но там ужасные планировки. Там пятиугольные кухни. Там какие-то четырех-трехугольные непонятные конструкции ванны, в которые ничего ты не поставишь, не впихнешь. На новострой все-таки в него требуется больше вложений. И жить в нем, честно говоря, мне не очень понравилось. Понравилось бы со слагательным наклонением. Потому что там вот точно ты живешь окна в окна. Я нажилась уже. Мне вот так вот хватило. И всю свою жизнь эти квадратно-гнездовые окошки перед своими собственными окнами надоело, надоело, надоело. Не хочу больше. Пусть у меня перед дома будет стоянка. И даже когда-нибудь, когда здесь построят новые дома, а стоянку эту снесут, то у меня все равно до ближайшего дома, который здесь, может быть, когда-то встанет, будет достаточно расстояния. И все-таки мне будет реку все еще хорошо видно. Потому что частный сектор вряд ли будут сносить. Там уже стоят капитальные дома, там стоят капитальные коттеджи, там земля выкуплена под этими домами. У меня больше всего прельстил именно вид из окна. По крайней мере, сейчас и ближайшие лет 5-7 я буду видеть реку, я буду видеть перед окном простор. И именно этот вид явился решающим при выборе именно этой квартиры. Сейчас жду установщиков по окнам и, как говорится, в бой со свежими силами. Всем всего самого доброго и пока!